И таким образом мы плавно переходим к выборам в США. И о том, как идет избирательная кампания, все, пожалуй, забыли, но она идет. В данный момент демократическая партия решает, кто именно будет вице-президентом. Ну, как бы можно сказать, что решает команда Байдена, но это сейчас серьезные, скажем так, тихие, но серьезные игры. Потому что в зависимости от того, кто будет вице-президентом в данный момент, то, скорее всего, будет главным кандидатом в президенты на следующих выборах в любом случае. Потому что Байден сказал, что он, если будет избран, он не будет фалатироваться на второй срок. Для Трампа это, так или иначе, последние выборы. Если он избирается, он дальше не может избираться. Если он не избирается, ну, он уже политический труп. Опять же, возраст. Это время, на самом деле, довольно-таки интересное, потому что происходят такие гигантские сдвиги в обоих партиях. Потому что очень многие политики старого толка, ну, они старые уже, им сложно завоевать доверие. И у них проблемы со здоровьем, на самом деле, Асандерсена. Как долго они смогут быть еще у власти, в правительстве, в Сенате, никто не знает. Но, скорее всего, будет сильное обновление всего, скажем так, всей элиты в обоих партиях. Да, и, опять же, по поводу того, кто будет вице-президентом, скорее всего, точнее, не скорее всего, а 99% это будет чернокожая женщина. Почему? Потому что идет вопрос о коалиции. Нужно вернуть коалицию, которая была у Обамы. Нужно сделать возврат к истокам. Люди стали понимать, что женщины, как это в Америке называется, women of color, в России это называется цветные женщины, но коннотация совершенно, значение совершенно не такое, как происходит в английском языке. Но, тем не менее, чернокожие женщины, они в основном как раз составляют одну из ядерных электоратов Демократической партии. И то, что о них забыли, забывали так часто, сейчас это меняется. И я хотел бы показать вам двух замечательных женщин, которые в коротком списке, в шорт-листе. Где они у меня, замечательные женщины? Нет у меня. А почему у меня их нет? Ушечки, что мои. Сейчас мы все вернем, не волнуйтесь. Вот так. А, вот так. Да. Итак, справа от меня это Камала Харис и слева от меня это Стэйси Абрамс. Они несколько похожи, на самом деле не похожи. Допустим, Камала Харис, она сейчас сенатор в Конгрессе США от Калифорнии. И Абрамс не представляет никакую, не занимает никакой выборной должности, назначенной должности в данный момент. Тем не менее, она сделала очень большие изменения в ситуации с правами на юге, с правами чернокожих, с правом на голос. Потому что она, Абрамс, баллотировалась в Джорджии на пост губернатора, первая чернокожая женщина, которая баллотировалась на пост губернатора на юге. Технически, можно говорить, что она победила. Если бы не одно «но». В Джорджии такое законодательство, которое затрудняет людям, национальным меньшинствам проголосовать. И из-за этого многие не проголосовали, не успели, не смогли. И поэтому с неначительным отрывом победил нынешний переизбранный губернатор Грузии Джорджия. Ее идея, это как раз... Она замечательная тоже. У нее... Она закончила Ель. У нее хороший сложной список в области права. Она работала также в Законодательном собрании штата. Она возглавляла оппозиционную фракцию. С другой стороны, Камала Харрис довольно-таки сильная женщина. Она сейчас неплохо так мочит республиканцев. Она была прокурором в Калифорнии долгое время. Она также является юристным профессором права. Не могу врать на что-то профессор права. Сложно все это переводить. Немножко другая система обучения. И несмотря на то, что у них некоторым образом похожая карьера, начало, их интересы разные. Да, если у Абрамс говорит больше о социальной справедливости, то Камала Харрис больше нацелена на то, чтобы... Как establishment. Нацелена на то, чтобы заниматься больше реформами самой партии. На самом деле еще... Да, опять на самом деле. Еще одна причина, почему так все хотят сейчас восстановить коалицию Обамы, так называемую, потому что на предыдущих выборах президента люди, которые голосовали за Сандерс и на праймерис, не стали голосовать за Клинтона. Потому что Сандерс хотя бы и является много лет уже сенатором, но тем не менее он считается вне политической партии, демократической политической партии. И он был как бы... Людям очень сильно не нравилось то, что происходит в самом Вашингтоне, как политические партии себя ведут в обе. И люди были готовы голосовать за Сандерса, которых так же хотелось ушли Болота как Трамп. Да, но поскольку он не был игроком в праймерис, это довольно-таки были неприятные праймерис в прошлый выборный год, в прошлый раз. И люди просто... 10% этих людей, которые голосовали за Сандерса на праймерис, проголосовали за Трампа. Возможно, это тоже помогло ему выиграть. Да, значит... Как я говорил, уже идут довольно-таки серьезные проблемы у обеих партий с тем, что им необходимо меняться. И это чувствуется на всех фронтах, по всем направлениям. Вот же самый Митч МакКоннелл, который сейчас возглавляет бюджетно-папликанское большинство в Сенате, возможно, в последний раз, опять же, будет переизбран, если будет переизбран, потому что, несмотря на то, что он представляет штат Кентуки, который знаменит виски, это довольно-таки консервативный республиканский штат, но людям, которые там работают, немножко не нравится то, что происходит. То есть, они им не нравятся продолжавшись так долго карантинно, и до сих пор рестораны не могут открыться. Как я сказал, Кентуки производят виски, и для них очень большая проблема то, что внутренний рынок упал. С другой стороны, им не особо нравилось, что Трамп ввел торговые войны, которые подрывали производителей на экспорт, потому что там достаточно большая конкуренция, мы можем говорить, если там та же самая Индия, большой производитель, она прекрасно может в Китай направлять большое количество различных, довольно-таки величинных сортов виски. Японская виски существует также, довольно-таки неплохая цепочка, и скотч, всегда есть ирландская виски, и производители не были довольны, а надо сказать, что Митч Макконнелл один из главных защитников Трампа и его политики в парламенте. Будет ли он переизбран, в данный момент тоже не очень понятно, потому что очень большие средства вкладываются в то, чтобы отговорить людей за него, голосовать от раз, и опять же из-за пандемии, кто знает, его ближайшая конкурентка от демократической партии ведет с ним нога в ногу, и все может поменяться осенью, если опять будет проблема с коронавирусом, опять люди начнут терять работу, и так далее, кто знает, кто знает. Да, по поводу вице-президента от демократической партии, дата будет названа довольно-таки скоро, это будет на конвенции демократической партии в конце августа, 17 августа должна быть уже названа но посмотрим. Я надеюсь, что это будет стоять сиамбрик, на самом деле, но это может быть любая другая фигура, которую я не назвал. Список короткий, но все-таки довольно-таки объемный. Последнее, наверное, выборок США, что я хотел бы вам показать, и это для вас, дорогие россияне, любители держат у меня. Я даже не могу найти. Ладно, я ручками все сделаю. Не проблема. Это пример, который вам не нужно, которому не стоит подражать. Люди, которые делают это, в данный момент мы говорим об Андрее Беляеве, который живет, как я понимаю, в России и в Москве, и который написал, что... Сначала он написал, как он сильно не любит всех тех протестующих, которые говорят, что черные жизни важны. Да, а потом, вы можете видеть, он относится к людям, которые, не живет США, пожертвовали Трампу денег. Через друзей. Дорогие россияне, я настойчиво рекомендую вам не делать то, что делает он. Потому что это незаконно. Это федеральное преступление. Это одно из самых серьезных федеральных преступлений, которое только может быть. Это темное вмешательство выбора. Вопрос о финансировании избирательных компаний поднялся еще в момент первого избрания Трампа. Люди, конечно, не о суммах в 10 долларов там речь, но люди, которые делали подобные вещи, разыскиваются в данный момент, а люди, которым присылались деньги, под следствием. И, поверьте, настроить роботов-поисковиков на нужный пул фамилий, произношений фамилий не так сложно, как кажется. Какие там договоренности между социальными сетями, сетями, фейсбуком, твиттером и так далее, и всей этой огромной группировкой специальных служб, которые задействованы на том, чтобы сохранить честность и неподкупность избирательной системы и выборов президента сейчас, шансы 50 на 50. Вы подставите себя, вы подставите тех людей, которым вы переводите деньги. То, что переводится в доллары, ментально становится частью системы Соединенных Штатов, и они могут проследить так далеко, как они хотят. Помните, что вы не граждане. На вас очень много чего не распространяется. Опять, только граждане Соединенных Штатов или люди, у которых есть грин-карты, имеют право жертвовать деньги на избирательные кампании. Не делайте глупости. На этом мы закончили.